Мои дорогие, вопрос о вздутии живота, наверное, и о запоре еще. Вот две проблемы вздутия живота, которые параллельно идут. Вздутие живота и запор по Пушкину. Как счастлив тот, кто поутру имеет стул без принуждения, ему и пища понутру, и все другие наслаждения. Не буду говорить о стихах о вздутии, но они есть, в том числе и у меня. И о вздутии, наверное, никто с этим не проходил мимо этого симптома или никто не сталкивался, чтобы нашелся такой человек. Так вот, наконец-то мы начинаем понимать важность микробиома человека. То есть в нашем желудочно-кишечном тракте, кроме нас, еще живут наши обитатели. Это микробиом. И вот именно его поведение, которое зависит от пищи, которую мы скушали, оно и приводит к образованию метаболитов, процессов, происходящих в желудочно-кишечном тракте. Я не буду вам рассказывать цепочку химических реакций, которые приводит именно эта химическая реакция. Но я хочу сказать, что внимание, которое нынче привлечено к микробиому, вот посмотрите, у нас официально вышел приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении порядка диагностики состояния микробиоты и осуществления мер по сохранению или восстановлению нормальной микробиоты человека. Так вот, когда мы в дружбе с микроорганизмами, и у нас работают защитные механизмы от ее избыточного роста, избыточный бактериальный рост, синдром раздраженного кишечника и все прочие заболевания желудочно-кишечного тракта, как бы мы его ни называли, общее понятие дисбиоз, дисбактериоз, то он есть, то нет, но вздутие-то есть. Если есть вздутие, есть конфликт. С нашей микробиотой, получающей продукты питания, проще сказать, не переваривает микробиота, то, что кушаем мы полноценно. Мало того, что у нас появляется недопереваренный белок в плазме крови, это увеличение белкового мусора, недопереваренный белок в вздутие говорит, что самое опасное при этой проблеме это не только дискомфортное ощущение, это проблема изменения концентрации белка воспаления, потому что показывает, что идет воспалительный процесс, и белка непереваренного. Избыток белкового мусора является при сердечно-сосудистых заболеваниях фактором повышения свертываемости крови. И, значит, это провоцирующий фактор будет у нас при любых сердечно-сосудистых заболеваниях. Поэтому многие говорят, появилось вздутие, появилось давление. Вспомните себя, как у вас происходило. Всегда надо начинать с того, когда началась болезнь. И вот избыточное количество микрофлоры, которую мы особенно не диагностировали, диагностировали, посмотрите, именно порядок диагностики состояния микробиома. И если мы отрабатываем с вами факторы регуляции численности микрофлоры, мы должны отдиагностировать. И, конечно, чтобы восстановление нормальной микробиоты было, тогда мы не будем с вами иметь, если у нас будет нормальная микробиота, помогающая нам все переваривать, а мы все от родителей получаем, четко, как нам генетики сказали, свою микробиоту родную. И эта микробиота и определяет процесс переваривания. Тут наша задача подобрать такое питание, а вы уже, наверное, все за жизнь подобрали себе такое питание, которое уменьшает вздутие. Однозначно вы уже знаете, что нужно скушать утром, в обед и вечером. Чисто интуитивно, по опыту. Мы у себя определяем по прайм-тесту, тесту, который смотрит у нас, что переваривается, что не переваривается. Ибо если у нас что-то не переваривается, у нас нормальная микробиота человека увеличивается в количестве и появляется нехарактерный для желудочно-кишечного тракта микрофлора. Есть такой удивительный метод. Масс-спектрометрия называется микробных маркеров по Осипову. Это еще одна методика, которая сейчас начинает более широко входить. Плюс методика микроскопии внутренних средств, что мы проводим по крови сейчас, позволяет эту микробиоту видеть. Если иммунитет, посмотрите, у нас лимфатические узлы желудочно-кишечного тракта, стоящие на страже, количество нашей микробиоты. То есть наш иммунитет, вот я при диафрагмальном дыхании стараюсь приподнять свой иммунитет, заставить его работать, тогда количество микробиоты не увеличивается, оно регулируется активно работающими клетками иммунитета, которые у нас и находятся с вами от диафрагмы до лобка. Если этот промежуток без застоя, а вы должны привыкнуть диафрагмальное дыхание делать, где вы находитесь, когда вы себе принадлежите головой, постоянно надо поддерживать уровень достаточного количества иммунных клеток. И вы посмотрите, прекрасно работает с этой темой работа по выведению брюшной аорты, просто подержать и послушать свой пульс на животе. Вы много видео найдете, я же на пациентах это показываю, на себе, на студентах, как работает. Значит, диафрагмальное дыхание восстановит иммунитет. Прайн-тест подберет индивидуальное питание, о нем все есть, всю технологию я показала. Обязательно взяла у пациентов интервью по поводу того, что как помогает. Сама нахожусь на этом питании. Это позволяет у нас убрать вздутие, и вообще не иметь вот такого понятия вздутия. Если достаточно выделения желчи, желчь – главный регулятор нашей микробиоты. Сейчас мои ровесники либо с удаленным желчным пузырем, а это изменение качества желчи, либо они имеют проблемы в виде раздраженного кишечника синдрома или язвенного процесса. Вот чаще всего сейчас встречаюсь с такой темой, которая называется появление сначала эрозии. Вот вы видите, здесь у нас тонкая кишка, здесь мочевой пузырь рядышком, сигмовидная кишка. И если в тонкой кишке идет беда, вздутие, почему я всегда говорю однозначно, проверьте все-таки у гастроэнтеролога, посмотрите узи сосудов шеи. Почему? Потому что они тоже увеличиваются, лимфатические узлы шеи, а не только желудочно-кишечного тракта. И отрегулируйте численность микрофлоры с помощью диафрагмального дыхания, наклона. Все это относится к разделу ежедневные обязательные мероприятия. Есть и онлайн-курсы у нас по ежедневным обязательным мероприятиям, по желудочно-кишечному тракту. Есть удивительный курс, который мне самой понравился. Это о воспалении. Онлайн-курс о воспалении как раз и показывает нам, что нужно делать, чтобы предупредить хронический воспалительный процесс на слизистой ЖКТ, чтобы у нас эрозии и язвы не пошли дальше на мочевой пузырь, это цистит, не пошли дальше в паховые или эфатические узлы и не нарушили кровообращение в ногах. По ногам оцени работу кишечника. Вот вам всего-навсего одно понятие – вздутие. Посмотрите, насколько влечет дальнейших проблем множество. И, конечно, защелачивание своего живота, там, где у нас появилась боль, уникально убирает эту проблему, потому что мы делаем достаточным щелочность кишечного сока, чтобы он отрегулировал слизистые желудочно-кишечного тракта. А уж если беда пошла у нас в нисходящем отделе кишечника, а это частая беда, и поперечно-ободочные кишки, тут мы предлагаем различные виды ректальных свечей. Против них просто настроились вы, что это какая-то проблема. Проблема, когда у вас будет онкология уже. Чего? Кишечника. Вдруг приходят и говорят, да, у Ивана у меня там у соседа, у меня там у того, его уже положили, его сделали. Так почему не сделать профилактику? А отрегулировать слизистую желудочно-кишечного тракта, а затем жить спокойно. Вздутие всегда симптом серьезных проблем. Не имеете его, научитесь регулировать свое тело.